Добрый день, дорогие друзья! С вами «Архивная революция» и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях историк флота Александр Дашьян. Александр, приветствую! Здравствуйте, уважаемые зрители! Небольшое уточнение – историк-любитель. Я не профессиональный историк. Александр, самые лучшие историки – это историки-любители. Да. Например, Шарп Холмс. Действительно. Ну, оставим, так сказать, лирическое вступление. Сегодня мы хотели проговорить про очень интересный тип кораблей боевых. Правильно я понимаю? Да. Речь пойдет о миноносцах. И даже не столько о миноносцах, сколько об их возникновении как класса, вообще откуда они ввезлись. Появились они благодаря такому изобретению, как шестовая мина. Не было бы шестовой мины, и миноносцы появились бы несколько позже, и были бы они, наверное, немножко другие. Назывались бы они, наверное, торпедоносцы. Дело в том, что у нас название по-русски «миноносец», но, опять-таки, от «мины», потому что у нас и торпеда называлась первоначально мина Уайтхада, самоходная, самодвижущаяся мина Уайтхада. Поэтому у нас вот это название «миноносец», оно просто прилипло. По факту, если забивать, допустим, в переводчик миноносец, те вы какой-нибудь тип минного заградителя. Потому что по-английски, допустим, «майн» — это мина. У англичан, и не только у англичан, у всех латинских народов торпеда болот, то есть торпедная лодка. И если у нас подразделяют миноноска, минный катер, миноносец, эскадренный миноносец, но это отдельный случай, то у англичан это все — торпеда болот. Что миноноска, что миноносец, что минный катер. Немножко отвлеклись. Значит, все пошло с шестовой мины. Откуда вообще она взялась? Тут тоже нужно сказать. До начала 19 века главным оружием на море это была пушка. Чем у тебя на корабле больше пушек, тем он сильнее. Чем у тебя больше кораблей с такими пушками, тем твой флот сильнее. Маленькие страны, у которых не было больших хватов, искали, как с этими большими бороться. Первые опыты были еще в конце 18 века, когда в попытках мы к борту вражеского корабля притащим бочонок с порохом, его там взорвем. Отсылка к революции в Америке и первые опыты с подводной лодкой Бушного. Они как раз тогда бочку с порохом и тащили к этому несчастному иглу, хотев воткнуть. Там специальные крюки Шпирона были, но у него подводная обшивка оказалась, то есть обшив медью и не смогли прикрепить. Но идея появилась впервые именно тогда. Ну по крайней мере реализованная идея. Потом возникли, то есть были мысли, а что если эту, то есть подводная лодка тогда, это бочонок просто, это что-то несерьезное. Давайте мы возьмем шлюпку, мы к ней приделаем длинный шест, на конце этого шеста мы вот, то есть эту же бочку, подойдем, воткнем с помощью Шпирона, ну потом как-нибудь ее взорвем. Ну или Бигфорд в шнур подожжем, потому что еще взорвателей как таковых не было, потому что для взорвателей нужен капсульный взорватель. По слухам, опять-таки вот если заглянуть в англоязычные источники, они утверждают, что первую идею такой минной Фултон выдвинул, это 1807 год по-моему. Опять-таки утверждается, что еще в войне 1812 года, ну только не нашей, а той, которая была между Америкой и Англией, были грибные шлюпки, вооруженные шестовыми минами. Никаких опыта, то есть боевого опыта не было, поэтому, ну наверно, плавали они на этих шлюпках, но никого не встретили. И шестовая мина по-настоящему, можно сказать, выстрелила, только в гражданскую войну в Америке. 1864 год. Южане испытывали давление со стороны северян. Блокада, нужно блокаду прорывать, как блокаду прорывать? То есть вот у тебя напротив порта стоит какой-нибудь там парусник, и ты с ним ничего сделать не можешь. Давайте сделаем лодку, к ней приделаем шестовую мину, и попробуем этот парусный какой-нибудь, парусно-паровой, конечно, не парусный, его взорвать. Первый, кстати, успешный опыт, он, это так называемая лодка Ханлия, она, правда, очень специфическая была, это не совсем катер, это по-разному называют, полупогружающаяся, но опыт оказался успешным, она подошла к хао-затонику, ткнула его этой шестовой миной, он взорвался и утонул, а она на обратном пути утонула. Но, но, реальный опыт, что можно бороться с надводными крупными кораблями с помощью вот таких совершенно несерьезных средств. Причем, что интересно, северяне же тоже на это обратили внимание, и второй успешный опыт был уже у северян. У Южан, один из немногих оставшихся броненосцев, Албемару, он был мелкосидящий, никак до него северяне добраться не могли. Тогда лейтенант Кашинг, или Кушинг, честно сказать, я не знаю, как его правильно читать, наверное, Кашинг все-таки. Правой катер, потому что, ну, шлюпка это неудобно, правой катер, во-первых, он плавает, то есть ходит быстрее, на него приделали шестовую мину, и они этот Албемару грохнули. Правда, сами сильно пострадали, катер утонул, потому что южане вовсю там из этих ружей палили. Но вот второй опыт – все, появилось оружие, причем реально работающее оружие. Более того, еще до того, как все это в Англии, то есть еще до того, как все это в Америке произошло, опыты проводились у нас на Балтике. Мы привыкли, что так, со смехом, Россия – родина слонов, но первый реальный подрыв вражеского корабля с помощью шестовой мины, вернее, не вражеского корабля, а просто корабля с помощью шестовой мины, был именно в России. Корабля-мишеня, как бы сейчас. Правильно, корабля-мишеня, да. По распоряжению Бутакова, канонерская лодка «Опыт», к ней приделали, так и написано, бревно длинное, к килю, на конце которого пороховой заряд, замыкавшийся с помощью электроцепи. А, вру, ошибся, не с помощью электроспуска, у него контактный взрыватель. То есть там контактный взрыватель был. Это потом проводились опыты по замыканию электроцепи и подрыва дистанционного этой шестовой мины. Но вот опыт был в 1962 году. То самое интересное, в англоязычной литературе вы этого не найдете. В англоязычной литературе первый успешный опыт подрыва корабля, причем неважно там вражеского, просто это гражданская война в Америке. Наши в 1962 году это сделали. Пусть чего-то приятно. Первенство все-таки за нами. После окончания гражданской войны в Америке интерес к шестовым минам появился во всех странах, причем не только в тех, которые собирались обороняться на море, но и тех, кто собирали наступательные действия. Потому что оружие, которым против тебя будут действовать, нужно знать. Что еще интересно. Тут как раз очень кстати подвернулась итало-австро-германская война 1966 года, в ходе которой произошло крупнейшее морское сражение при Лисе. Это первое сражение, в котором сражались флоты броненосцев. Не одиночные столкновения, как в 1962 году между Монитором и Меримаком в гражданскую войну, а именно флоты. И в общем они долго друг в друга стреляли. И обычно это сражение приводит как пример победы брони над снарядом. Потому что все потери итальянцев были от таранных ударов австрийских броненосцев. Если таранный удар топит броненосец, то можно рассматривать шестовую мину как продолжение вот этого тарана. То есть аналог этого тарана. Но если для того, чтобы протаранить вражеские корабли, твой корабль тоже должен быть большой, и у него должен быть специальный таран, то шестовую мину ты можешь поставить на любой паровой катер. И с конца 60-х во многих странах мира стали проводиться опыты с шестовыми минами, установкой их на всяческие пароходы. От броненосцев до паровых баркасов. Способы подрыва разные были. Как контактные, так и с помощью замыкания электроцепи. То есть был специальный гальванер. Тогда гальванер – это специальность, я не знаю, с чем ее сейчас сравнить, но это пик научных достижений того времени. В общем, интерес к минным катерам был большой, к шестовым минам тоже большой. И в крупных флотах стали всерьез задумываться, а вот что нам с этим совсем делать? То есть как защищаться от таранных ударов? Кстати говоря, для защиты от таранных ударов крупных кораблей появились так называемые буксируемые мины «Гарвея», которые, ну, как параван запускались с корабля, с двух бортов они, как усы, расходились. И если таранищий корабль пытается к тебе подойти в борт, вот у него как раз эта буксируемая мина… Подрывала. Да, и подрывала его. Соответственно, шестовые мины на крупных кораблях рассматривали в первую очередь тоже как борьбу с тараном. То есть чтобы тебя… Поэтому если посмотреть на схему расположения на броненосцах того времени, у тебя шестовая не в нос торчит, а в бок. То есть ты можешь… Как у ежика. Ну, их было не так много. Нет, ну их было по одной на борт, но она отбрасывалась в сторону. То есть нужно было как-то себя обезопасить. Все вот эти способы противодействия – это были в основном инициативы отдельно взятых морских офицеров. Каких-то специальных подразделений в адмиралтействах и морских министерствах стран практически в тот момент не было. Ну, для примера, Англия, которую мы считаем ведущей тогда морской державой, первое предложение создать специальный торпедный комитет, который бы понял, что это такое и как с этим бороться, первое предложение в 1969 году небезызвестный Джеки Фишер, отец броненосца. До 1973 года, согласовываю, только в 1973 году была организована школа, по-моему, Вернон, она называлась, в которой начали изучать, что такое шестовая мина, а также самоходная мина у Айтхеда, которая тогда вот только-только появилась. Давайте посмотрим, как с этим бороться и как это можно использовать. Наверное, нужно создать какой-то специальный корабль. Ну, весь опыт, тот немногий опыт, который к тому времени имелся, говорил, что мы можем атаковать вражеский корабль только ночью. Почему ночью? Потому что в дневное время ты его просто не догонишь. То есть и в открытом море атаковать корабль не получается. То есть это ночь, это закрытая какая-то гавань, значит, корабль должен быть маленьким, тихим. А паровые машины тогда достаточно сильно гремели, они были не тихие. Кстати, первый английский построенный, то есть первый опытный английский миноносный корабль, назывался он Везувиус. Ну, логическое, логичное название. В честь Везувиа. Да, 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 да. Он уникален тем, что для того, чтобы сделать его малозаметным в качестве топлива, он использовал кокс. Ну, не тот кокс белый, который сейчас, а черный, настоящий. Потому что хороший кокс, он не дымит. Более того, у него не было дымовой трубы, у него дым выводился вдоль борта. Потом, правда, ему перевели его на уголь, трубу поставили. Но это был именно маленький пароход с очень небольшой скоростью, там что-то 7-8 узлов. Но он использовался для оптов. Примерно в это время стало понятно, что нужно для носителя вот этих шестовых мин. То есть, какие к нему требования. Это он должен быть маленький, он должен быть тихий. И причем первое время о скорости особенно никто не говорил, потому что, ну, главное тихо подкрасться. Но тут новое изобретение. Прожектор. И когда вы провели опыты, оказалось, что прожектор достаточно легко ловит атакующий корабль, а тут же тоже еще новшества, эти скорострельные механические пулеметы, метролиезы, гатлинги, картечницы, ну, в каждой стране их по-разному называли. По горизонту ты этот механический пулемет переводишь с большим трудом, но как-то про это быстро забыли, хотя мы уже, это же войну франко-прусскую, кто-то из немецких генералов сказал, что механический пулемет – это идеальное средство для того, чтобы убить одного человека 50-60 раз подряд. Когда в трупах атакующих солдат, которых встретили механические пулеметы, находили по 50-60 пуль. Они очень тяжело поворачиваются по горизонтали. Там же ты должен эту ручку крутить. Ну, там усилие примерно как вот, ну, представьте, мясорубку, и там одни жилы. А ты при этом еще должен плечом поворачивать его вот так, там специальный плечевой упор. То есть это было несколько переоцененное оружие, но эти недостатки еще не были ясны. Соответственно, носитель должен быть, оказывается, еще очень быстроходным. То есть, чтобы находиться в зоне обстрела, минимальное время. Такие корабли были. И вот сейчас небольшой отступ, как это можно сказать, в Боквелл. В Англии с 1839 года проводились ежегодные соревнования, которые, то есть на дистанции километр 200, что ли, на которых соревновались любители. Это вот, может быть, по телевизору видел, там гонки Оксфорд и Кембридж, соревнования погребли. Вот это именно они. Регата в Херле, она еще имеет название универсиада, то есть соревнования университетов. Соответственно, ни одни соревнования не могут обойтись без судьи. На первых гонках судья скакал вдоль берега на лошади. Но там по-разно шатающейся публике, опять-таки, это же светское событие, это приходил цвет общества. Развлечений тогда было мало. Телевизоров не было. Телевизоров не было. Вот им везло, у них интернета не было. Скачки, да вот эти соревнования, причем соревновались любители именно. Профессиональные грибцы до соревнований не допускались. Они выполняли другую важную функцию. Они везли судью на лодке, потому что на лошади все-таки оказалось неудобно. И первое время профессиональные грибцы на такой же восьмерке, но с балластом в виде судьи, а судья это скорее, как правило, был солидный джентльмен, которому все верят, ну, соответственно, он был достаточно дородный. То есть вес он имел не только прямой, но и переносный. Они все равно не отпускали далеко соревнующихся, потому что профессиональный грибец тогда превосходил любителя. Но любители прогрессировали. И через какое-то время произошло достаточно крупный скандал, когда судейская лодка отстала и не смогла там какое-то нарушение зафиксировать. Это, по-моему, 1857 или 1858 год. Точно не помню, не важно. Стали вставить две лодки. То есть один судья – часть дистанции, второй судья – вторую часть дистанции. Но любители прогрессируют и прогрессируют, и все быстрее и быстрее грибут. То есть к этому времени… Мельдонию, видимо, виноват. Тогда его еще не было. Видимо, виски. Видимо, все-таки виски. Они развивали скорость 10 узлов. 10 узлов, ну, 18 километров в час – это вообще-то в тот неспешный век – это много. Решение нашлось сзади. Обычно вот эту гонку идет сначала, идут соревнующиеся, потом идет лодка судейская, а за ними плывут яхты зрителей богатых, самых богатых. Те, которые не на берегу сидят, а у них есть своя лодка. И вот они… К этому времени на Темзе, происходило это все на Темзе, было достаточно уже много паровых яхт. Потому что паровая яхта, она в то время, ну, предмет роскоши. У англичан, кстати, до сих пор они фанаты парового яхтинга. У них долгое время выходил журнал «The Funnel», «Труба». Я, кстати, очень много информации там подчеркнул и про эти гонки, и про первые яхты. Интересный журнал, к сожалению, насколько я знаю, он закрылся. Паровые яхты того времени были достаточно тихоходны. Ну, во-первых, они в обводах баркасов. То есть у них соотношение длина к ширине не так, как у вот этой «восьмерки». Скорость правых катеров тогда пять-шесть узлов. Семь – это уже много. Если у вас было восемь узлов, то вы обладатель мастроходной яхты. То есть это как сейчас современный самолет, причем индивидуальной постройки. Вот если бы сейчас самолеты частные делали индивидуальной постройки, наверное, бы там очередь выстроилась, кто там меряет с всякими делами. Так вот, и вдруг оказалось, что есть катер, который не отстает. То есть он идет почти с такой же скоростью, чуть-чуть медленнее, но… Так, а кто его построил? И вот тут мы переходим к персоне товарища, вернее, господина Джона Айзека Торникрофта. Это был его катер. Причем это был его первый катер, который он начал строить в 15 лет. Закончил в 19. Перерыв на время учебы в институте. Он с 43-го года. Начал, ну, соответственно, в 59-м, в 1859-м, закончил в 62-м. Соответственно, все это произошло на гонках 62-го, 63-го года. Парень из очень… ну, как парень? Джентльмен из очень хорошей семьи. Папа, мама архитекторы. Или где-то я находил скульптор. Ну, очень монументальная скульптура. У папы была мастерская. Джон с детства любил мастерить всякие штуки. Свою первую паровую машину он создал то ли в 11, то ли в 12 лет. Чего себе вундеркинд. При этом он закончил университет в Глазго. То есть он получил классическое образование. При этом не пропускал лекций всяких механиков. Папа, глядя на него, поощрял это увлечение сына. Первую яхту, ну, не яхту, первый катер, который называется «Наутилус». Кстати, фотографии его есть. Собрали на заднем дворе. Поместье большое выходило на реку. Видя такой интерес, построил вторую яхту, третью яхту. Когда спрос на эти яхты со стороны богатой публики четко обозначился, папа выкупил участок земли. Там до этого какая-то другая верфь была. В общем, как бы готовое производство взяли. Начали строить яхты. Причем, если первая яхта была деревянная, то Тернкрофт очень быстро пришел к постройке стальных яхт. Стальная яхта по тем временам – это вообще космос. Космический корабль. Фактически. И по технологиям они использовали только-только появившуюся бессимеровскую сталь. Более того, они ее оцинковывали. Зачем оцинковывали? Они свели до возможного минимума толщину листа. На первой яхте толщина листа, извините, меньше полутора миллиметров. Миллиметр и четыре десятых примерно. Фактически жестяная. Причем, надо понимать, сталь того времени – это все-таки не нынешняя кораблестроительная. Наверное, все-таки получше, чем классическая сталь-3. Но все равно, механические свойства там не те. Яхта получилась очень легкая, то есть корпус был очень легкий. Паровая машина конструкции Торникрофта тоже была легкая и, самое главное, тихая. И когда он построил в 62-м… Ну, тоже понятно, почему. Чтобы благородные, так сказать, покупатели не страдали. И это тоже. И это тоже. Была построена яхта Эрел, которая развила скорость 12 узлов. Это 63-й год. В инжиниринге огромная статья. А по этому поводу была инжиниринг. Ну, это главный журнал механиков английских. Спасибо, что архивы сохранились и открыты. Можно читать. И всю информацию подчерпываешь оттуда. Вернемся немножко еще назад. Просто на будущее. Почему, откуда взялся конфликт между Торникрофтом и главным кораблестроителем английского флота Эдвардом Ридом? Не все понимают, почему Рид был категорически против вообще создания миноносных каких-то сил. В частности, носителей. И он тормозил открытие вот этой школы Вернон. В середине 60-х годов, ну, во-первых, яхты Торникрофта пригласили… Вернее, Торникрофт предложили использовать его яхты в качестве судейских. То есть судья уже плыл на этой яхте. Причем там зачастую Торникрофта даже не спрашивали. То есть он продал кому-то яхту, а этот человек эту яхту предоставляет. Но все знают, это же яхта Торникрофта. То есть это бренд был. Провели первую гонку среди паровых яхт в рамках этой регаты. В ней участвовал паровой катер, спроектированный товарищем Эдвардом Ридом. И его Эриал уделал в одни ворота. Эдвард злобу затаил. И потом всегда говорил, что я этим катерам мелким не доверяю. Я на него боюсь ногу ступить, боюсь дно пробью. Кстати, я не знаю вот эту историю про русскую миноноску, у которой дно ногой пробили, правда это или нет. Говорят, что все-таки правда. Но впервые это произнес Эдвард Рид. Когда была очередная регата, на ней присутствовал норвежский аташе морской. Он увидел очередное творение Торникрофта. И у него, видимо, в голове так щелкнуло. Ага, сказал он. И написал пространное письмо в Адмиралтейство Норвегии. Тут нужно сказать, хотя Норвегия тогда находилась в унии со Швецией, это все-таки 1872 год, но она имела самостоятельный флот. То есть это была личная уния, там все дублировалось. Там было шведское Адмиралтейство, норвежское Адмиралтейство, шведский флот, норвежский флот. Они как бы между собой не то, чтобы враждовали, но так с опаской посматривали, хотя секретами и тайными делились. Потом расскажу про это. А дело в том, что в Норвегии к этому времени пришли к выводу, что лучший способ защиты от нападения врага, потому что мы-то ни на кого нападать не собираемся, но точно кто-то к нам придет. Вот не может быть, чтобы кто-то не пришел. Но мы же знаем, где мы его поймаем. Фьорды. Изрезанное побережье. Соответственно, мы знаем, откуда он появится. Мы будем бороться с помощью шестовых мин. И они сначала вооружили шестовыми минами свои несколько мониторов, несколько канаверских лодок. Я думаю, сейчас скажешь, Дракаров. Дракаров у них уже не было, к сожалению. На роль Дракара они избрали яхту, которую можно построить у Торникрофта. Торникрофту заказали яхту. Не было как таковых технических требований. Мы хотим, чтобы яхта была пастроходная, если можно сделать противопульное бронирование рубки, и мы на нее установим шестовые мины. То есть сделать подкрепление под шестовые мины. И все. Фактически, первый миноносец, который был заказан Торникрофту, назывался РАП. Не Б на конце, а П на конце. РАП. Что в переводе со стороны норвежского – «быстрый». Когда в 1973-м он вышел на испытание, он произвел фурор. Более того, Торникрофт. Несколько пробегов по темзе взад-вперед, чтобы скомпенсировать течение. Средняя скорость – 15,5 узлов. 15,5 узлов для 1973 года – это реально много. Другое дело, что где-то через год Торникрофт построил для индийской колониальной администрации паровой катер, который ходил со скоростью 20 узлов. То есть, с каждым новым кораблем все быстрее, быстрее, быстрее. Норвежцы в восторге. Говорят, все, заворачивайте, отправляйте. Как отправляли? Ну, естественно, своим ходом он не дойдет. Где Англия, где Норвегия. И у него там угля меньше тонны. А сколько у него вообще водоизмещения было? У него водоизмещение около 7 тонн. Ну, скажем так, это нормальное водоизмещение, то есть, с минимальным запасом угля, с котельной водой. У него была очень прогрессивная на то время машина. Это так называемая машина-компаунд. То есть, двойное расширение пара. Ну, было, то есть, она трехцилиндровая. Ну, опять-таки, еще раз говорю, очень тихая. Там дошло до того, что некоторые детали паровой машины получались не литьем, а выточкой. Обычно все-таки старались... Литье, оно гораздо дешевле, чем мехобработка. Переправляли, естественно, на торговом судне. И вот тут миноноска прошла очень важное испытание, что как бы добавило ей ореол удачного корабля. В общем, раб стоит на палубе, на кельблоках. Корабль выходит из докового бассейна, и в это время он сталкивается с кабелеукладчиком. А кабелеукладчик, у него очень характерный нос, вот как лебединая шея, вот такой, выгнутый вперед. И он этим носом сталкивает раб с кельблоков. И он падает на палубу с высоты примерно полуметра. И ему ничего не случилось. Немножко помяли обшивку. Более того, когда корабль пришел в Гетеборг, а вот тут интересный момент, это вот на тему унии. Гетеборг – шведский город. Он пришел в Швецию. Там был элемент, конечно, еще и… Смотрите, что у нас есть, а у вас нет. Швецы, естественно, внимательно осмотрели этот пароходик. Оттуда он уже своим ходом ушел в Хортон. Более того, в достаточно свежую погоду. После перехода командир катера, ну, будем говорить, что катер, ну, сколько у него, длина 18 метров. Катер написал письмо Торнекрофту, благодарственное. Капитана звали Корн. Он потом больших чинов достиг в норвежском флоте. Тоже интересный мужик, но к делу не относится. В частности, он написал, корабль на самом деле гораздо более мореходный, чем кажется. Ну, перечислил недостатки. Ну, действительно, там ни камбузы, ничего. То есть по морю все-таки плавать… Неудобно. Неудобно, неудобно. Вот. Естественно, испытания РАПа произвели фурор. И тут же Торнекрофту заказали следующие корабли. Самое интересное, что заказали кто? Шведы, которые видели, а также датчане, которые тоже рядом пробегали. И все заказали, естественно, тоже с шестовыми минами. И вот тут самая неприятная вещь. Когда норвежцы посмотрели повнимательнее, они пришли к выводу, что, черт возьми, наверное, с шестовой минами-то не подойдут. Потому что все-таки очень уж у него, как им кажется, хлипкая конструкция. Тут они несколько… Не то, что перегнули палку. На самом деле, конструкция-то у него хорошая была. Может быть, они… Ну, они, скорее всего, просто не знали, что когда наши в 62-м году проводили опыты, высчитали безопасную… Безопасный взрыв шестовой мины от катера. Если будет катер, то есть они высчитали где-то 8-9 метров. То есть шест должен быть длиной не меньше 8-ми. Ну, потому что подрывной заряд там сколько? 20 килограммов пороха. Что такое 20 килограммов пороха? То есть, ну, маленькую дырку проделает. А больше, во-первых, нужно делать толще шест и длиннее. А куда ты его на катер поставишь? Ну, это вот опыты 62-го года. Вернемся к норвежцам и их мыслим, что же делать, сказать. Катер хороший, шестовую мину ставить на него боязно. Краску поцарапаем, если что. Давайте поставим на него… А что у нас есть? У нас есть буксируемая мина Гарвия, про которую я говорил. Но если буксируемая мина Гарвия, которая к большому кораблю уже затрудняет ему маневрирование, она… то есть, эти мины, они большого размера достаточно, то маленький катер с ним, во-первых, скорость не больше 10 звуков, во-вторых, он просто повернуть никуда не мог. То есть, он только прямо. То же самое у шведов. Шведы тоже попробовали буксируемые мины, не получается. Датчане плюнули на все, поставили шестовые мины и от греха подальше тоже поставили на прикол. То есть, все три катера на испытаниях провели, произвели фурор. А что с ними делать, непонятно, да? Что с ними делать, поставили на прикол. И вот тут на сцену выходит товарищ Уайтхад со своими самодвижущимися минами. К 73-74 году мины Уайтхада были уже более-менее… Рабочими. Работоспособными. То есть, я вот сейчас точно не помню, когда они поставили гироскоп, но, по-моему, вот как раз в это время. То есть, мины стали, хотя бы на короткой дистанции, они стали держать направление более-менее точно. И в 75-76 году, тут вот тоже очень интересно, датчане, шведы и норвежцы купили лицензию у Уайтхада на троих. Это единственный случай в истории, который я сделал. Все остальные страны покупали поодиночке. И если Норвегия со Швецией еще как-то понятно, то есть, ну, у них луни, они могут вместе. Как там Дания оказалась? Какие-то очень странные отношения. Но, тем не менее, в документах лицензия на три страны. И первые торпеды купили в это же время. Пока норвежцы разбирались, что делать, то есть, и датчане, и шведы, что делать со своими этими вновь приобретенными игрушками, Австро-Венгрия заинтересовалась. К этому времени Торникрофт подготовил уже более крупную модель. И на основании вот этой более крупной модели, то есть, там шестовая мина уже могла использоваться совершенно спокойно, там получше подкрепление. Но ее тоже на пароходе отправили в Австро-Венгрию, то есть, она не своим ходом перешла. Тут французы проявили интерес. Им построили миноноски. Ранние миноноски Торникрофта, их обычно различают по длине. Вот первые скандинавские, это 58 футов, потом были 67-футовые, это вот австрияки, французы. Потом появились 76-ти, их норвежцы, это самое, голландцы заказали, австрияки еще одну заказали, итальянцы заказали. Причем итальянцы заказали миноноску для броненосца Дуилио. Там смысл какой был? Есть понятие носимая миноноска, но вот она была не носимая, а возимая, потому что у Дуилио в корме была специальная док-камера, в которую эта миноноска заходила. Правда, потом выяснилось, что для этого должна быть идеально ноль баллов, ветер ноль, корабль должен стоять, и то там зазоры маленькие. Поэтому от этой идеи загонять туда миноноску, заказанную у Торникрофта, она слишком большая оказалась. Отказались, перезаказали новую, но это отдельная история. Но вот сама идея носить миноноску на броненосце, она любопытна. То есть фактически это как бы прообраз современных док-камер на десантных кораблях отработали. Но все эти миноноски, которые Торникрофт строил, это 1976-й, 1975-й год, они все все равно еще шестовые были. Потому что никто еще Торпеду всерьез не... То есть ее рассматривали всерьез, просто никто не представлял, а куда ее на эту миноноску засунуть. Потому что Торпеда она тяжелая. Потом Торпеда она все-таки дорогая в то время. А вот по перечню стран, которые я сказал, ну не самые богатые. Потому что вот просто, чтобы понять масштаб цен, первый миноноскараб стоит 1800 фунтов. Торпеды вот в это же время стоили около 250 фунтов. Первые торпеды вообще 500 фунтов стоили, которые вообще никуда попасть не могли. Но все равно это вундерваф по тем временам. Ты из безопасного расстояния пускаешь вон эту торпеду. Она идет и может быть даже... Попадет. Может даже попадет. Тут сейчас нужен некоторый небольшой экскурс насчет русско-турецкой войны. Во-первых, это первый реальный опыт использования торпеды. Торпеды наши с помощью торпеды, прикрепленной под киль правого катера, утопили канонерскую лодку, причем вспомогательную канонерскую лодку «Энтибах». Обычно пишут, что это 700 тонн, на самом деле гораздо меньше. Но не знаю, это первый задокументированный опыт боевого использования и успеха. Потому что неудачные пуски были и до этого. Причем даже англичане пускали. Это вот когда фрегат Шах гонялся за монитором «Гуаскар». Он в конце концов пульнул в него торпеду, но не попал. То есть это как бы опыт боевого использования, но неудачный. Первый удачный – это мы, 1878 год, самый конец русско-турецкой войны. Перед этим были опыты с активно использованием шестовых мин, с помощью которых были утоплены речной монитор «Сейфи». Почему это интересно? Потому что в атаках использовались яхты Торникрофта, которые были куплены и оснащены шестовыми минами. Одну из яхт под названием «Шутка» еще в 1874 году купили для наследника русского престола, будущего Александра Третьего. А вторая называлась «Фаерфлай» – точная копия. С них просто сняли вот эту застекленную кабину, которая в корме, и легкое бронирование, фактически котельное железо органов управления. Тут небольшой еще нюанс на тему восстановления исторической справедливости. У нас не вызывает сомнений то, что на Дунае «Сейфи» утопили мы, потому что лейтенант Дубасов, лейтенант Шестаков знаменитый, на катерах Ксении и Царевич атаковали этот броненосец и утопили его. Молодцы. Причем во всей литературе того времени, что англоязычный, что французский, все пишут, что русский миноносец, не всегда дают название миноносцев, потому что фактически это вооруженный яхт, но всегда фамилии даются, потому что это георгиевские кавалеры. Открываем, допустим, современную англоязычную Википедию. Мы читаем, что нет. Утопил «Сейфи» румынский миноносец Радуница. То есть формально это правда, потому что Царевич – это бывший румынский миноносец. Когда началась русско-турецкая война, румыны нам свой флот типа в лизинг сдали. А, понятно. То есть под нашим управлением на корабле действительно находились два румына. Механик и офицер по связи. Ну, скорее всего, просто Толмач, который переводил команду в машинное отделение. Но окно Авертона открылось, и теперь румыны считают, что это они утопили «Сейфи». А эти два мужика русских, ну, они просто рядом проходили, то есть их катали на катере. По катушке устраивали. По катушке устраивали. Причем они действительно, то есть вот эти румыны, они действительно были награждены русскими орденами, как участники этого сражения. Но катера были под русским управлением, под командованием русских офицеров. Опять-таки, румыны утверждают, что там рулевой был румын. Вообще-то, рулевым был тоже русский матрос срочной службы. Суть в том, что русско-турецкая война показала несколько примеров успешного применения, как шестовых мин, потому что «Сейфи», то есть «Саритафик», по-моему, они были атакованы именно шестовыми минами. Так и успех торпеды. После того, как завершилась русско-турецкая война, появилась потребность, ну, как-то эту торпеду все-таки на эти маленькие катера присобачить. Потому что то, как было сделано при атаке Инкибаха, там под киль катера трубу просто поставили, ну, пока этот катер находится на кильблоках прохода, который его туда доставил великий князь Константин, кстати, тоже русское изобретение, то есть носитель мобильных миноносцев, потом был воссоздан во французском флоте и в английском, знаменитый «Фудор» и «Вулкан». Так использовать можно, но для миноносцев, которые постоянно, грубо говоря, в воде, эта труба, она здорово снижает скорость хода. Это же как тормоз получается. Что делать? Кстати, кто командовал кораблем? Макаров. Макаров Степан Осипович. Я, в общем-то, из-за этого и сказал. Да, да, да. Не, ну просто история русско-турецкой войны на море – это отдельный микрокосмос. То есть вот тут действительно нужны профессиональные историки, потому что тут нужно изучать документы. Я здесь базируюсь только на открытых источниках, что наших, что англоязычных. Ну и у турок не читал. Хотя у меня сейчас появился знакомый турок, может быть, я его и раскручу. Он карасовскую турецкую войну занимается 1877-1878. Да, тема очень интересная, конечно. Да, потому что как можно настолько слабыми силами на море фактически турок с Черного моря вымести? Ведь под конец войны турки, особенно на Черное море, боялись высунуться. Так вот, встал вопрос. Вот как торпеду на миноносец при собачке? Места нету. То есть это не как современный миноносец, у него палуба большая, понаставил этих торпедных аппаратов как-то на Новике 8 штук. Маленький. Выход нашел, опять-таки, Торникрофт. Что он сделал? Он сделал специальное приспособление, которое одновременно являлось стеллажом для хранения торпеды и для пуска. По бортам корпуса, в средней части, не кран балок, не знаю, кронштейнов, которые открывались, и торпеда со своим ходом из воды пускалась. То есть это не так, что как торпедный катер пустил торпеду и отвернул. Нет, ты должен остановиться, ты должен откинуть эти решетки и с них пустить торпеду. Но это все равно лучше, чем плотно подходить к противнику. И тут все-таки ты на каком-то расстоянии стоишь от врага, еще, может быть, и не попадет. Если повезет. Да, если повезет. Ну, кстати говоря, опыт русско-турецкой войны показал, что вот это котельное железо пули Норденфельдов держат. И ружейного огня, и картечницы по ним стреляли. Причем корпус был в нескольких местах пробит, но, повторяюсь, обшивка тонкая, хоть и стальная. Но они не погибли, то есть выплыли. В общем, Тернкров придумал такое приспособление. Что самое интересное, первыми, кто тут же к нему прибежали, это, естественно, скандинавы. Давай, переделывай то, что ты нам тут настроил. Были установлены торпедные пускатели. И, кстати, был исправлен очень большой недостаток первых миноносцев Тернкровта. Очень своеобразный руль. Обычно вот на всех кораблях руль стоит за винтом, ну, чтобы в строе воды наиболее эффективно работать. У яхт Тернкровта и у миноносцев Тернкровта этот винт стоял за винтом. Винт за рулем. То есть вот руль, вот винт. Это было связано с особенностью управления первыми яхтами. Там же не было штурвала как такового. Ну, на корме сидит человек, у него длинная вот эта от руля ручка, подмышкой зажал и вот так туда-сюда, туда-сюда. Если ты поставишь руль за винтом, то у тебя длина вот этой ручки будет больше. Соответственно, тебе неудобно будет ею управлять. Единственное объяснение, почему Тернкров так сделал, это удобство работы рулевому. Тем более, первые яхты достаточно маленькие. Даже если тебе руль не помогает, но весло-то все равно есть. Хоть у тебя и паровая машина, но весло все равно есть. Он оттолкнулся и развернулся. А это переключевало в схему всех миноносцев Тернкровта. И существовало до знаменитого «Лайтнинга». Вот сейчас мы к нему как раз перейдем. Это первый настоящий миноносец, который считается... Потому что раб, он миноносец, но он как бы миноносец с шестовой миной. А «Лайтнинг» был заказан... Это первый корабль, который заказало английское адмиралтейство. И вообще первый считается английский миноносец, настоящий миноносец, который изначально был спроектирован на несение торпед. У него тоже торпеды в средней части корпуса, откидывающиеся... То есть решетки, откидывающиеся на воду. Он был достаточно крупный по сравнению со всеми предыдущими. У него... То есть это так называемый тип 87-футовый миноносец. Имя «Лайтнинг» стало нарицательным. Вообще в истории миноносцев принято по удачному кораблю называть целый класс. Потому что обычно как заказывали? Сделайте нам что-нибудь типа «Лайтнинга». Или вот, допустим, наш «Батум», который считается первой мореходной миноносец. Это спорно. Его «Ерол» для нас построил. И долгое время, ну, несколько лет, заказывали миноносцы типа «Батум». Подразумевалось, что мореходные миноносцы... «Батум» — это в частности порта? Да-да-да. Там были «Батум», «Сухум». «Сухум» строил «Тернекрофт», «Батум» построил «Ерол». «Сухум» был лучше. Сразу говорю. Вообще «Тернекрофтовские корабли» — они лучше, чем «Ерол». Соответственно, о «Лайтнинге». Это первый миноносец, который был заказан именно английским флотом. До этого он присматривался к опытам и специально ничего не заказывал. Требование тоже было достаточно простое. Он должен быть достаточно большой для Ани Синими. На нем должны быть минимально приемлемые условия для обитания экипажа. Даже со стороны Адмиралтейства было указание обеспечить такую же скорость, как на яхте «Жетана». Яхта «Жетана» — это яхта, которую построил «Тернекрофт» для баронесса «Ротшильд», которая на нем гоняла по Женевскому озеру. Когда корабль проектировался, «Тернекрофт» объявил, что он хочет достичь скорости 25 узлов. Это 1876 год. 25 узлов в 1776 году, но это как сейчас, я не знаю, сверхзвуковой самолет. То есть тогда самый быстроходный — это 20 узлов, это запредельная величина. 25 узлов он нифига не развил, но развил 21, тоже хорошо. Просто эта яхта была достаточно большая, она была очень прочно, то есть хорошо спроектирована. И именно ее чертежи легли в основу «Лайтнинга». Она даже была чуть-чуть крупнее, чем «Лайтнинг», она там 93 фута, а «Лайтнинг» 87. Фут — это длина именно. Да-да-да. Это именно длина. Да-да. Ну, фут 0,3-0,48 метров. Но все равно маленький кораблик 27 метров. Но по сравнению со всеми предыдущими, ну... Уже прогресс. Уже прогресс. Кухню поставили уже там, камбузу, все речи? Да нет, камбуза там не было, но там хотя бы более-менее приличные помещения для размещения экипажа были. Опять-таки, миноносцы планировалось использовать для обороны порта. Ну, а зачем там камбуз? Ну, приплыли, то есть поплавали, вернулись и покормили сухпайком. Ну, ладно. В общем, суть в том, что «Лайтнинг» оказался первым настоящим миноносцем, то есть спроектированным для несения торпед. Все было хорошо. И конструкция удачная. У него был недостаток. У него-то винт еще... То есть, руль оставался старый Терникрофтовский. И у него диаметр циркуляции... Ну, что такое диаметр циркуляции, представляешь? У него был сравним с большим фрегатом. То есть, вот обычно приводится пример, что у него диаметр циркуляции такой же, как у Шаха. А вот у Ероу, который миноносцы к этому времени тоже начал строить, у него маленький диаметр, потому что Ероу подсмотрел... Вот я не помню, у кого, но это была не его идея. У Ероу вообще мало своих идей. Он всегда очень внимательно следил за чужими изобретениями. Подворовывал чуть-чутка. Творчески перерабатывал. Косплеил, как бы сейчас сказать. Я бы сказал, творчески перерабатывал. Ну, до откровенного воровства он все-таки не опускался. Он, конечно, хит. То есть, как бизнесмен он прекрасен. Но чужие идеи творчески перерабатывал. То есть, вот, причем интересно. Если Терникрофт не любил использовать чужие идеи, и всегда старался создать что-то свое. Ероу спокойно... Если это работает, почему не использовать? Носовой подруль... То есть, носовой руль. Действительно, диаметр циркуляции заметно снижается. Но, опять-таки, когда идет реклама... Да, действительно, все хорошо. Проблема в том, что если ты слишком резко переложил руль, у тебя такой динамический крен может образоваться, что уже становится опасным. На лайтнинге пришлось этот руль переделывать. И на серийных миноносцах, которые... Тут ведь как получилось? Терникрофт делал как бы мастер-проект. И этот проект был потом разосан другим верфям, которые должны на его основе сделать что-то свое. То есть, не точно такое же, но вот это вам... Шаблон такой. Да, типа инструкции. Они там все разные получились. Но какие-то неудачные... Там у одной фирмы, фирмы Ренни, они настолько неудачный корабль построили, что адмиралтист отказался его принимать, перестраивайте, его перестроили. Судьба первого неизвестна. Когда разослали чертежи, все построили свои корабли. Они все вроде бы мореходные в разной степени. Одни чуть лучше, другие чуть хуже. Но неудобно пользоваться торпедными аппаратами. То есть, нужно останавливаться. Опять-таки, получается, что все преимущество миноносца, оно теряется. То есть, да, это лучше, чем шестовая мина, но все равно это плохо. К этому времени появились первые опыты по пуску с помощью сжатого воздуха. Первый, в привычном нам понимании, торпедный аппарат появился примерно в это время. Сначала устанавливали на крупных кораблях, и вот появился, наконец, достаточно крупный миноносец, тот же самый Лайтнинг. Давайте на него, вот в носу, самое место для него, над форштевнами. Тем более, он все-таки попой немножко сидит, а нос у него высоко. То есть, можно нос догрузить. Все бы хорошо, немножко не рассчитали. Тяжеловат оказался этот торпедный аппарат. Корабли сидели свиньей. Что такое сидеть свиньей, когда дифферент на нос? Что такое дифферент на нос? Это ухудшение работы винта рулевой группы, это снижение экономичности двигателя, это ухудшение работы руля. То есть, дифферент на нос – это плохо всегда. Ну, за редким-редким исключением. А что делать в этой ситуации? И тут обратили внимание, что один из миноносцев, строившихся по этому проекту, конкретно номер ТБ-10, торпедо БООД-10, у него в порядке эксперимента немножко другую носовую оконечность сделали. Не прямую, а типа таранного форштевня и более полные обводы в носу. У него плавучести носовой оконечности была больше, и он не так сиделся, то есть, он не так зарывался. Так давайте вот эту линию продолжим. И давайте мы этот торпедный аппарат попробуем вписать в корпус. С лайтнингом понятно. Это переделка, это импровизация. Давайте изначально опустим торпедный аппарат в корпус. То, что он будет неподвижным, да фиг с ним, потому что вот этот якобы поворотный аппарат, он все равно только вперед стрелять мог. То есть, на борт он стрелять не мог. Хотя он формально, он поворотный, там есть поворотный круг, но на борт он не стрелял. То есть, опыты показали, что это практически невозможно сделать. Что сделали на основе... То есть, опять-таки, это все Тарникров делает. Это все его идея. Он опустил вот этот носовой поворотный торпедный аппарат в корпус. Вот крейсер «Аврора» видел. Конечно. Помнишь, у него в носу вот этот набалдашник. Вот это носовой торпедный аппарат. Вот такой же носовой торпедный аппарат у миноносца. Он опустился ближе к ватерлинии. Соответственно, снизился верхний вес. Потому что, хоть корабль и крупный лайтнинг по сравнению с другим, но наличие вот этого тяжелого торпедного аппарата... То есть, там не только сама торпеда весит, но и сам торпедный аппарат весит достаточно много. Плюс поворотная платформа. Плюс поворотная платформа. Тут еще маленький нюанс. Почему стало возможным это делать только на лайтнинге? То есть, вообще, стал возможен воздушный пуск. Потому что только на него можно было впихнуть компрессор. Потому что без компрессора только баллоны, заряженные с сжатым воздухом, ну, они травят. Тут пример. Итальянцы тоже вот решили на одном из своих миноносцев, кстати, Торникрофтовской постройки, сделать такие же торпедные аппараты. Но для компрессора у них места не хватило. И они торпедные аппараты перезарядить не могут. И, опять-таки, выпустить он торпеды, может, в течение очень непродолжительного времени, потому что баллон травит из сифоня. Поэтому обязательно компрессор. И вот с этого момента начинается следующий этап развития, что британцы вообще мировых миноносцев, они начинают приобретать более привычный нам образ. То есть это длинное вытянутое тело, нос немножко скошенный, такая коропастная палуба, рубка, за ней труба или две, и вытянутый корпус. Вот мы подошли к появлению такого типа. То есть уже классического миноносца. Классического миноносца, к которому мы привыкли, потому что мы подходили к этому ко всему. Вот на этом, наверное, все пока. — Да, слушай, очень интересно. А, кстати, какой год был, когда уже сделали, как ты говоришь, этот торпедный аппарат? — 79-й. — 79-й. — 1879 год. То есть рождение классического миноносца в современном понимании этого слова — это 79-й, 80-й, 81-й. Тогда вот как раз появляется знаменитый батум, который Ероу построил для российского флота, который считается первым мореходным миноносцем. Хотя тоже вот это спорно, потому что первый миноносец, который построил Тернекрофт по новой схеме, он построил его для датчан, вот с этим торпедным аппаратом в носу. Это вот как раз 79-й год, и он делал переход самостоятельно через все Северное море. То есть он тоже миноносец открытый, то есть он показал великолепные мореходные качества. Просто батум шел несколько дольше, и он прошел через Бискай. А Бискай все-таки это очень специфическое место. Но вот так сравнивая, я думаю, что ничем не хуже был Тернекрофтовский проект. Просто вот так получилось, что батум первый продемонстрировал великолепные мореходные качества. Закажи того же самого, вот по типу датчанина мыл, и он бы своим ходом перешел. Ну, говорили бы типа номер 4. У него название торпеда БАД номер 4. Слушай, ну очень интересно. Честно говоря, вот настолько глубоко погружение оказалось. Я вот, наверное, 90% информации просто не воспринимал, хотя там читал тоже много интересовался этими вопросами. Слушай, Миша, я сам пока вот в это дело не влез. Да, я миноносцами занимаюсь фактически всю жизнь, но я никогда не залезал в предысторию. Я специализировался эсминцем Второй мировой войны, Первой мировой. Я и в миноносцы-то никогда не лазил. А тут вот когда получилось так, что выпустили книгу по эсминцам Второй мировой, но она так. Ребята, правильно критиковали, там ничего нового, исследований нет. Я начал готовить эсминц Первой мировой войны и понял, что вообще-то надо начинать от Шеста, иначе непонятна логика развития. Если для Второй мировой войны там понятно, там работает адмиралтейство, заказ идет от адмиралтейства, а в миноносцах там заказ идет, он снизу. То есть это адмиралтейство не дает техническое задание. Дело в том, что что такое школа миноносца строения, это у тебя должно быть три составляющих. У тебя должно быть в адмиралтействе люди, которые составляют технические требования. То есть нам нужно, чтобы миноносец имел такую-то дальность хода, такую-то скорость хода, имел там столько-то торпед. Должен быть конструкторский отдел при адмиралтействе, который хотелки адмиралов реализуют уже в технический проект, и завод, который по техническому проекту уже готовит окончательную документацию и строит корабль. Так вот, получается, что для миноносцев первого этапа практически нет. То есть сразу идет второй этап. То есть сразу, причем это делает тот же завод, который и строит. Только к середине 80-х годов стали выдавать заказы. А, ну вот, кстати, один из первых примеров, это Lightning, когда готовый проект передали другим заводам, сделайте вот по его образцу. То есть уже серию строили. Да, уже серию их построили достаточно много. Один Торникрофт, по-моему, их 12 штук построил. Плюс еще Ероу к тому времени уже начал строить. Ну, о Ероу мы потом отдельно поговорим. и другие мелкие заводы. Но на начальном этапе было два больших производителя. Это вот Торникрофт и Ероу. Все остальные, ну, по несколько штук. И опять-таки, были большие заводы, которые вроде бы большие корабли строят, начинают построить миноносец, не получается. Другой подход. То есть они пытаются поставить мощную, надежную машину, которая очень тяжелая. То есть они строят корабль капитально, он свою скорость не развивает. У него вес корпуса чрезмерно большой получается. А заводы, которые специализируются на мелких кораблях, вот тот же самый Ероу и Торникрофт. Ведь Ероу, то есть Торникрофт пришел от яхт, а Ероу пришел от мелкосидящих пароходов. Первые пароходы, которые строил Ероу, это были небыстроходные яхты, он строил мелкосидящие, ну, типа там, не баржи, но для работы на реках мелкосидящие посуды. Короче, река-море. Ну, река-море тогда не было, ну, пацкадонки, проще говоря. То есть, история, как Ероу свой первый заказ получил, ну, ладно, это до следующего раза, ну, ну, то есть, фактически, это получается, моя история, ну, ты исследовал не вот страны, грубо говоря, производителя, а именно от фирмы производителя, От фирмы, да. И этот подход оказался именно правильным. Да, потому что существует куча кораблей, совершенно одинаково выглядящих, и понять, какого он, кому он относится, можно только по флагу, если ты этот флаг видишь. Если ты флага не видишь, ты не можешь сказать, это у тебя, там, условно говоря, турецкие имена наносится или русские имена наносится. Но ты сразу скажешь, да это же Шихау. Ну, внешний вид. То есть, ты можешь посмотреть на Ероу, и ты не знаешь, это Ероу, который он построил для Италии или который построил для нас. Они похожи все. Но при этом Ероу от Торникнол, что-то отличишь элементарно, потому что даже если у них внешне все похоже, также две трубы, Тартл Дэк на носу, но если ты видишь, что у корабля покатая, палуба вот такая, как будто бы он подутый, это Ероу. Если ты видишь, что палуба плоская, на ней кожух, это Тарникрофт. Ну, у меня уже профессиональная деформация идет. Слишком долго занимаюсь. Надо переключаться на другого строителя, потому что от Тарникрофта, я сейчас про него пишу, нужно последний кусочек дописать, и все, переключаюсь на Ероу. С ним гораздо тяжелее будет, потому что на Ероу архивов нету. люди, которые говорят, что где-то существуют архивы Ероу, архивы Ероу сожжены. Печально. Информация оттуда. А вот архивы Тарникрофта есть, они существуют, то есть, они просто не разобраны. Если, допустим, стапельные номера Тарникрофта, ну, не все, но практически все стапельные номера Тарникрофта известны, то стапельных номеров Ероу в списке не существует. Мы тут пытались создать, там такие дыры стоят. Он еще номера заказов своеобразно оформлял. Поэтому Тарникрофт это просто. Вот Ероу это... Ну, наверное, как ты говорил, хорошо, что в свое время в литературу попало очень много данных, потому что, я так понимаю, идти-идти... В газеты, да, 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 совершенно верно. Только из газет многие вещи удается узнавать. Из рекламы объявлений фактически. Фактически из рекламных объявлений. То есть, читаешь тот же самый инжиниринг про миноносца очень много. Про большие корабли там гораздо меньше информации и она, ну, как-то вот чувствует, что дозирована была. А про миноносца, пожалуйста, читаешь. Они, они же... Что Ероу делал доклады, что Тарникрофт, ну, не сам Тарникрофт, у него был лучший друг Дональдсон, с которым они еще в университете познакомились. Вот все общение с внешней публикой этим занимался Дональдсон. Пресс-атташе. Типа-типа пресс-атташе. Нет, ну почему? Тоже инженер. Допустим, винт Дональдсона существует точно так же, как винт Тарникрофта. То есть, они запатентованы. Слушай, вообще время интересное. Если ты говоришь, в 62-м году он построил первую там такую, примерно такую яхту, да, а в 79-м он уже строит лайтинг. У меня есть картинка, просто показать, она условно называется Тарникрофт за 20 лет. 1873, 1883 и 1893. Прогресс миноносцев, потому что они прогрессировали взрывно. То есть, если в начале 70-х никто про них не знал, то за 10 лет это стало неотъемлемой чертой любого флота. Россия построила этих миноносок, если не ошибаюсь, за 2 или 3 года 111 штук. Обалдеть. Да. Ну, готовились к русско-турецкой войне, все они вошли в строй после, успели там 2 или 3, все. Как сейчас это будет. Это похоже, кстати, на развитие авиации в начале 20-го века. Тоже буквально за несколько лет такой прогресс произошел. И обратите внимание, развитие авиации тоже шло от изобретателя. В этом плане миноносцы чем-то похожи на ранние аэропланы. Пожалуй, среди кораблей я даже не знаю, какой класс близко даже стоит, потому что даже подводные лодки первые опыты, но там технические задания сразу начали появляться более-менее серьезные. То есть не было вот этой продолжавшейся чуть ли не 20 лет вольницы. творческой вакханалии. Самое главное, что буквально за каких-то 17 лет удалось от каких-то вот этих 8-метровых бревен на конце на носу корабля прийти к уже классическому кораблю с торпедным аппаратом, который мог стрелять. И самое главное, знаешь, почему миноносцы прекрасны? На них потому что служили молодые отчаянные мужики. Я в миноносцы пришел со Второй мировой войны. То есть кто самый отмороженный? Английские миноносники, которые ничего не боялись. Вообще. Первые бои у Нарвика. Лойбертон Ли получает команду. В Нарвике стоят немецкие миноносцы. Вроде 6 штук. У него 5. Более слабых. На самом деле их было там не 6, а 10. Как говорится, пофиг пляши. То есть у него даже мысли не было там. То есть причем Адмирал Кейст ему дают. То есть на ваше усмотрение. Идет не идет? Конечно иду. Но ДК вспомнил, ты же говорил там те же Макаров, Шостаков, Дубасов тоже же. Молодые. 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 Макаров командуя тем самым великим князем Константином. Да, он уже капитан второго ранга. Но молодой. По-моему 30, что ли, еще 30 не было. А Дубасов вообще молодой. и Шостаков молодой. Шостовые мины это оружие храбрых. Я бы сказал отчаянных даже. Отчаянных. А вот торпеды оружие богатых. Ну, тогда в следующий раз переходим уже вообще к классическим классическим схемам. да? Да. Надеюсь, ты придешь и расскажешь про это. Классический миноносец до истребителя. До истребителя. Потому что истребитель это уже все. Это уже совсем другая история. Попытки создания первых истребителей до первых истребителей тоже затронут. Спасибо тебе огромное. Очень интересно, познавательно. Приходи к нам еще. Я думаю, зрители будут очень рады. Если позовут, приду. Уже зовем. Все, до новых встреч. Пока. Удачи.